Манчики и вумчики, безусловно, приветствую! Да, видео будет не из разряда веселых. Я скажу, что я думаю, и в частности о Pandao, об AliExpress, и в частности о нас с вами. Хочу предупредить, что если вы очень впечатлительный человек, то лучше сразу выключайте видео, потому что вы будете обижаться, вы воспримите все на свой счет, можете сразу диспоставить, отписку оформить, потому что я сейчас правду буду говорить, а люди у нас правду многие не любят, куда деваться, в этом весь я, я буду говорить правду. Что ж, стоит начать с Pandao. Да, Pandao, 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 более 50 роликов у донати о Pandao. Почему? Ну потому что они реально сделали фурор, взорвали российский рынок. После них люди не хотят покупать в каких-то магазинах, это не реклама, повторяю в сотый раз, ДНС, видео, связную, Эльдорадо, где-то еще, даже на том же AliExpress. Даже я считаю себя, ну скажем, нежадным человеком, и то, честно говоря, теперь заходя в какой-нибудь магазин в моем городе, смотря на цены, даже на AliExpress, заходя уже не так горю желанием что-то покупать. То есть Pandao у нас, по сути, испортили и подготовили почву, я более того скажу, для мошенников. Я сейчас знаю, что многие скажут, что ты что такое говоришь, донати, я не лох, ты что, меня никто не кинет, а, господи, боже мой, ладно, хорошо, можете повторять диск поставить и отписку нахрен оформлять. Думающие люди тут только нужны мне, я сто раз говорил, дебилы, нет, не надо, я за них не держусь. У меня под одним из видео один подписчик задал вопрос, кому нужны халявщики? Он сам того не понимая задал вопрос, типа, ну кому они нужны, зачем они им там на Pandao нужны, они хотят их отсечь. А у меня мысль интересная появилась, а кому нужны халявщики? Действительно, да кому они нужны? Никому они не нужны, да ладно, серьезно? Они нужны мошенникам. Это как на рыбалке, чтобы поймать рыбку, сначала нужно ее прикормить, а когда рыбка уже поймет, что тут бесплатный корм, она начнет расслабляться, и тут ее хвать и на сковородку. Хотите верьте, хотите нет, думающие люди поймут, о чем я говорю, и это вообще элементарно просто и очевидно. Стоит лишь убедительно все преподнести. Помните, как сказал Оксимирон в одном из Versus Battle, что стоит лишь грамотно подать, а люди во все поверят? Я перефразирую его высказывание. И как устроен наш народ, ведь перед вами сейчас сидит парень в часах спортивных, в обычной спортивной майке мятой, старой, нерасчесанной, борода в разные стороны. Таким люди не верят, но если бы сейчас перед вами сидел человек в галстучке, в костюмчике, весь нализанный, с дорогими часами солидными классическими, и красиво бы, с серьезными вещами преподносил информацию, то люди бы побежали отдавать ему деньги. Только лишь стоит убедительно подать. Но при всем этом я, конечно, как, наверное, и вы, если признаться, хотим скидки декабрьское безумие, хотим видеть на пандал, потому что наш народ бедный. Ну, наверное, он, кстати, бедный и от того, что он слишком доверчивый и жадный, потому что скупой платит дважды, а лох трижды платит, или, скорее всего, даже всю жизнь. Мы настолько скупы, что мы хватаемся за мелочь, отдавая людям, пока нам преподносит мелочь, в это время они хватают больше, а мы готовы променять свое время, свои нервы и свой выбор на маленькое, не замечая, что у нас под носом воруют намного больше. В этом, наверное, суть нашей бедности. И виноваты, наверное, мы с вами. И я хочу себе как-то сказать, донате, давай-ка ты, наверное, губу закатаешь обратно и будешь покупать на Алиэкспрессе, в ДНС. Не важно, где это, не реклама, я повторяю. Давай ты закатаешь губу и забудешь об этих ценах в два раза ниже, а то и в два с половиной. И начнешь нормально покупать. И я хотел бы призвать людей это делать. Если вам нужен телефон, если у вас нет телефона, или вы хотите обновить, знаете что, пиздуйте-ка на Алиэкспресс и покупайте по низкой цене, не ждите. Давайте поставьте мне диск, отписку оформите. За то, что я говорю правду. Но я это приму. Издревле сказано, что из-за халявы человек погибнет. Но я напоминаю, чтобы вот именно на Пандао вас не кинули. Да, я понимаю, что вы будете дальше ждать скидки безумные на Пандао. Я, наверное, тоже буду. Буду бороться с собой, но буду ждать. Но если вы хотите, чтобы вас не кинули, то следите за владельцами Пандао. Кому они принадлежат? Если они принадлежат Mail.ru групп по-прежнему в период скидок, то все нормально, если они удивительным образом втихую продали кому-то проект и во владельцах числится на Mail.ru групп на Пандао, а кто-то еще, то остерегайтесь и лучше не покупайте. Что ж, на самом деле у меня тоска настигла меня, потому что вот так вот происходит. И, допустим, я снял сегодня видео, где показал Meizu 16 за 15 тысяч. И так вот получилось, что, ну, оказывается, это дорого за Meizu 16. Когда он в ДНСе стоит все 30 тысяч, а на Алиэкспресс по скидке 15. Люди говорят, это дорого, донати, ты че? Ну ладно, я купил. Пускай дорого, пускай так. Сорян за такое вот грустное видео. Я обращаюсь сейчас к адекватным людям, которые понимают, о чем я говорю. Ну, сорян за такое видео, но... Ну, просто, если вдуматься, то... Но если вы хотите следить за развитием событий по Пандао, потому что скоро там миллион подписчиков, и они обещали грандиозную распродажу. Безумные скидки, я думаю, да, скидки будут очень хороши. Если хотите оставаться в курсе событий, конечно же, я буду освещать далее, потому что, ну, у меня более 50 видео Пандао, я обязан это делать, я уже чувствую, что это вообще тематика моя по скидкам специализации. Я буду на этом специализироваться, на этом канале. Если хотите не пропускать скидки, купоны, промокоды, что-то еще выгодное, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк или дизлайк, мне, честно говоря, не важно. Это зависит от вас и от вашего восприятия мира, от вашего мышления уровня. Ну, а моим мэнчикам и вумчикам я говорю, как всегда, безусловно, на связи.